Елена Малышева удивительная женщина. Вот уже много лет она работает главным телеврачом страны. Не знаете, как возникают болезни и что с ними делать? Тогда вам к Малышевой. Ее обожают миллионы людей, но и врагов у ведущей тоже немало. Елена Малышева очень-очень много врет. Как Елена Малышева построила на нашем здоровье настоящую бизнес-империю? Правда ли, что она идеальная жена и мать? Что помогает этой женщине в свои 60 так хорошо выглядеть? А главное, почему у милой ведущей так много недоброжелателей? Оказывается, на это есть целых три причины, и одна из них связана с большими деньгами. Подписывайтесь на наш канал и давайте выясним рецепт успеха Елены Малышевой. В чем ее секрет? Судьба Лены Шабуниной, а это девичья фамилия ведущей, была определена еще до ее рождения. Вся семейная династия посвятила свою жизнь медицине. Мать, отец, сестра и даже брат-близнец. Елена начала работать еще в седьмом классе. Мама Галина Морозова устроила дочь в буфет больницы следить за детским питанием. Брат Малышевой, Алексей, трудился там же дворником. Жестоко, но родители будущей телегероини хотели с юных лет воспитать в детях любовь к труду. Моя мама считала, что если мы научимся трудиться, то нас ждет блестящая судьба. Золотая медаль, красный диплом, переезд в столицу, аспирантура, защита диссертации. Елена Малышева была классической, правильной девочкой и делала все на пять с плюсом. Ее личная жизнь такая же идеальная, как и карьера. Вот уже почти 40 лет Елена Васильевна счастлива в браке с профессором и биологом Игорем Малышевым. Никаких интриг, сплетен, слухов и скандалов. Их семья настолько правильная, что в это трудно поверить. Я его люблю, это мой самый близкий, самый родной человек. Он тебе часто говорит? Он? Он мне об этом ни разу в жизни не сказал. Елена с Игорем воспитали двоих сыновей Юрия и Василия. Угадайте, какую профессию они выбрали? Да, старший сын тоже врач. А вот младший Василий адвокат. Удивлены? Мы тоже, но не спешите с выводами. Елене Малышевой в последние годы помощь юриста очень и очень нужна. И скоро вы узнаете, почему. После свадьбы в характере Малышевой что-то изменилось. Идеальная Лена вдруг стала бунтаркой. Она решила, что в ее силах изменить этот мир к лучшему. И начать нужно с добрых и познавательных медицинских программ, которые сделают наших людей более здоровыми. Если есть на свете великие люди, то это врачи. И между прочим, жизнь это подтвердила. Сказано, сделано. Нашлись и нужные связи на телевидении и свободное окошко в прайм-тайм. Так появились первые передачи «Рецепт», «Здоровье» и «Врача вызывали». А потом в жизнь Малышевой ворвалась программа «Жить здорово». И она мгновенно стала звездой. Одни зрители были в восторге, другие ругались и плевались. И было за что. В стенах студии обсуждали и алкоголизм, и потенцию, и проблемы с газами. Куклы показывали сценки, зрители купались в чае, а врачи изображали внутренние органы. Филиппу Киркорову тогда и не снился такой эпатаж. Но Малышева – мудрая и расчетливая женщина. Она знала, что делает. Провокации на шоу дарили миллионы просмотров и делали ее эфиры яркими и запоминающимися. Ну да, ее пародировали все, кому не лень, от Максима Галкина до Ивана Урганта. Ну и что с того? Насмешки – это тоже успех. Шутки шутками, а Малышева делает доброе и полезное дело. На примере Аниты Цой она показала, что у экстремальных диет могут быть ужасные последствия, а с Эвелиной Блёданс Елена Васильевна обсуждала непростую в нашей стране тему – воспитание особенных детей. Но если Елена Малышева такая хорошая и правильная, откуда у нее столько недоброжелателей? Что ж, на это есть целых три причины. Одна из них – длинный, острый, а порой и очень злой язык телеведущий. Малышева уверяла, что такой профессии, как остеопат, в нашей стране нет и все вокруг лжецы и шарлатаны. Потом требовала повышения пенсионного возраста, но и самое жесткое – однажды она назвала детей с аутизмом, кретинами и идиотами. Согласитесь, это уже за гранью здравого смысла. Вторая причина – откровенный перебор с провокациями на шоу. Люди совсем не готовы слушать в прямом эфире песни про яички и смотреть на танцы актрисы в костюме матки. История о юных путанах, прокладках и туалетной бумаге тоже мало кому понравились, а эксперименты на подопытных крысах и вовсе были совсем негуманными. Ну и третье – самое главная причина – это слишком толстый кошелек мадам Малышевой. Дотошные журналисты не поленились посчитать, сколько зарабатывает главный телеврач страны. Ну что, готовы к шок-контенту? В апреле 2020 года Алексей Навальный рассказал, что у Малышевой есть огромный особняк в Штатах стоимостью 10 миллионов долларов. И две квартиры на Манхэттене – на зарплату ведущей такие точно не купишь. Ха-ха-ха, американцы, вы сели в лужу, говорит Елена Малышева, выходит из студии, садится в самолет бизнес-классом и летит к себе домой в Америку, где у нее золотая джакузи, золотой стол, золотой потолок. Ну ладно, пусть себе покупают дома, машины и квартиры, имеют полное право. Но есть кое-что, что вызывает настоящий гнев. Однажды один из подписчиков Малышевой пожаловался ей на маленькую пенсию. Мол, за такие деньги хорошие и полезные продукты не купишь. Отсюда проблемы с лишним весом. Знаете, что ответила ему Елена Васильевна? Перестаньте оправдывать себя пенсией. Чтобы иметь лишний вес, надо много и очень калорийно есть. В блокадном Ленинграде полных людей не было. Не жалейте себя. Да, этот комментарий тут же удалили, но интернет все помнит. Елену Васильевну назвали жестокой, бессовестной и высокомерной. Предложить пожилому человеку голодать, как блокадник в Ленинграде, это слишком цинично. Но, возможно, Малышева просто не сдержала эмоций и не подумала над тем, что пишет. Все мы в гневе можем сказать глупые, а порой и даже страшные вещи. Главное, вовремя это понять и попросить прощения. Кстати, а как сама Малышева поддерживает себя в такой прекрасной физической форме? Ей 60-та фигура, как у 30-летней. Елена Васильевна уверяет, никакой магии. Питайтесь часто, но маленькими порциями и своевременно ходите к врачам. Плановая диагностика однажды спасла Малышевая жизнь. У нее обнаружили полип, который мог стать раковой опухолью, и оперативно его удалили. Так что затягивать с лечением никогда нельзя. Но есть и еще кое-что. Уколы батулотоксина и гиалуроновой кислоты. Без этого никакая диета не поможет выглядеть молодо, если тебе за 50. Елена Васильевна из тех людей, что будут работать даже на операционном столе. У ведущей случился гипертонический кризис. Давление скакнуло до 200, а сама Малышева в это время выкладывала в инстаграм ролик про сосуды. Трудоголизм или безумие? По иронии судьбы, медицинский бизнес Малышевой едва сводит концы с концами. Откуда же тогда ведущая берет деньги? А вот тут начинается самое интересное. Малышевой принадлежит сразу 5 компаний. Медицинский центр Елены Малышевой, диета Елены Малышевой, здоровье.инфо, ПМ-партнеры и UVM Корпорейшн. Знаете, кто ее партнеры по бизнесу? Жена замминистра финансов Гульнара Фарахова, вице-президент Всемирного форума русских евреев Дмитрий Щиглик и украинский миллиардер из списка Forbes Александр Рофт. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Малышева не только учит нас быть здоровыми, но и решает проблемы, связанные с защитой своей деловой репутации. Ее не раз пытались оштрафовать за грубые нарушения. Вот зачем нужен сын-адвокат. Расценки на услуги распиаренных Еленой Васильевной врачей просто космические. Обычный прием у анестезиолога и невролога по 10 тысяч рублей. Не каждому по карману, но желающих тысячи. Вот к чему приводит реклама у Малышевой. У телеведущей десяток франшиз. Это не только медицинские центры, но и консалтинг, бизнес-услуги, варенье, джемы и чай. А в скором времени молочные продукты, сыры и колбаса. Еще один проект Елены Малышевой – медиапортал здоровья.инфо.ру. Компания уже заработала не менее 50 миллионов рублей. И это мы еще не говорим о программах «Здоровье и жить здорово», а ведь их смотрят миллионы зрителей по всей стране и за рубежом. Так в чем же секрет Малышевой? Ее любят за прямолинейность, которая порой доходит до абсурда, за эпатаж и спектакль на каждом шоу. Кто еще пригласит заслуженного ассиминатора России на разговор о бесплодии или даст совет любителям заниматься любовью при аневризме? Все это не мешает Малышевой добиваться успехов в профессии и пользоваться уважением коллег. Вот только работать под ее началом испытания не из легких. По словам бывшего редактора программы Рустама Юлборисова, Малышева издевается над подчиненными и может, к примеру, на совещаниях публично обсуждать их здоровье. Она не ругается матом и прямо не оскорбляет, но от этого ее унижение только хуже. Малышева создала в своей компании атмосферу страха. Многие сотрудники пьют успокоительные, а художник регулярно уходит в запой. Плюс, постоянные переработки и маленькая зарплата. Ну и но. Сама Елена Васильевна слова бывшего сотрудника никак не комментирует. Она уверена, ее имя используют все, кому не лень. А к ее славе постоянно пытаются прицепиться какие-то мошенники. То от лица Малышевой продают в монастырский чай, то средство для похудения. Ну ладно чай, ладно таблетки, а как вам теория заговора? Некоторые уверяют, что Елена Малышева не просто так похожа на льва Троцкого. Может, она рептилоид? Да и вообще, кто с такими огромными доходами будет носить эту немодную прическу и дурацкую оправу очков? Но собаки лают, а караван идет. А что вы думаете про Елену Малышеву? Ее передачи помогают людям или это обычный способ заработать много денег? Ставьте лайк, делитесь своим мнением, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!